Давайте я снова начну. Вы поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь, но по-моему в основную команду первый раз вас вызвали, поэтому какие впечатления в целом от первой тренировки? Ну конечно, только положительные эмоции от выгула сборной. Всегда приятно приезжать в продолжение сборной. Только положительные эмоции. Сегодня была первая тренировка на поле. Готовимся к двум важным ударам. Понятное дело, что подробные теоретические занятия проходят и ближе к матчу, но все равно что-то знаете о сопернике. Вряд ли много знают болельщики про Олимпийскую сборную Египта, поэтому что вы уже знаете, какие впечатления, что вообще за команда? Сегодня перед тренировкой у нас было теоретическое занятие. Посмотрели немного, как играет соперник. На поле там немного тактики было у нас. Немного новых требований добавилось. Немного в новинку, но все равно идет притирка и все идет по плану. Понятное дело, что если не получается побеждать, то никакой трагедии не происходит. Но тем более новичкам и дебютантам всегда хочется показать результат и проявить себя. Какую главную цель вы бы перед собой лично, перед командой видите в этом матче? Хочется ли в первую очередь болельщиков порадовать? Ну, когда ты играешь за сборную, всегда, конечно, только надо побеждать. Не важно, официальный матч это или товарищ. Ты представляешь всю страну, поэтому настрой должен быть всегда только на победу. Поэтому, я думаю, все в голове это держат и никого не надо дополнительно настраивать и мотивировать на предстоящие игры. Одна группа с другой, они живут по своему расписанию, но все равно вы как-то пересекаетесь, общаетесь наверняка. Пообщались ли здесь с более опытными уже товарищами, которые давненько в сборной? Что советуют, что говорят они по-дружески именно? Да ничего не советовать. Все и так понимают, что это игры за сборную. Я уже говорил, что никого не надо дополнительно настраивать. Да, у нас там разный план, у нас там разный тренировочный процесс, но все равно у нас там пересекаемся, вместе бываем. Спасибо. Матвей Сафонов давал какие-то напутствия, как вы уже много поигравшие за сборную? Да нет, особо напутствия, ни нах слов не было. Ничего такого не было. Я хотел спросить по поводу твоего времени в Краснодаре. Концовку того сезона ты заканчивал в качестве основного вратаря, в том числе играл в финале Кубка. Этот сезон пока твердо за Матвеем, что касается чемпионатов. Тебя насколько эта ситуация тревожит, что ли? Насколько ты готов по-прежнему терпеть ждать свои шансы и как ты повлиял на это? Моя задача вкладываться на тренировку, показывать свой максимум и доказывать, что я готов играть. Там уже как главный тренер меняет решение, кого поставить, так и больше. Тебе как-то объяснили, почему ты заканчивал сезон первым номером, а начал новый сезон? Да нет, никак не объясняли. А сам в чем видишь причину этого? Не знаю, решение тренера, ему лучше видеть. Как он вообще работает с Виталием Витальевичем? Какие-то новые требования в том числе и в целом? Как за меня чувствуете какой-то большой опыт? Ну, конечно, это видно, что у тренера огромный опыт. Сегодня у нас была первая тренировка на поле. Я уже говорил, было несколько новых. Много нового было у нас в плане построения атак, в плане позиций. Поэтому я думаю, что вот эта работа только пойдет на пользу всем вратарям. Ты не чувствуешь, что авторитет Сафанова настолько велик, что его ни в сборной, ни в Краснодаре сдвинуть, в принципе, нельзя? Я не знаю, я думаю, нельзя так сказать, что у кого-то невозможно сдвинуть. Немножко нет. Спасибо. Все, спасибо.